Мир Божий, народ Божий, пусть могущественная любовь нашего всемогущего Отца в Сыне просто опускается на вас, наполняет вас и дарует вам больше любви, радости и его пророческой надежды. На каждый ваш день, на каждый ваш час, на каждую вашу минуту во имя Ишио Царя Славы. Будьте благословенны все, кто пребывает сейчас в посте за Украину и кто не пребывает, кого как ведет, пусть Господь наполняет вас. И пусть все молитвы, которые сейчас изливаются из ваших сердец, из ваших уст, из вашего духа за Украину, пусть они летят как стрела к престолу Отца. Пусть ангелы, свои служебные духи просто подхватывают эти молитвенные стрелы и несут к престолу Отца в чистоте сердец. Те молитвы, которые изливаются в чистоте сердец, во имя Ишио, пусть приходит благодать и свобода еще больше, во имя Иисуса Христа. Аминь. Те молитвы, которые изливаются из ваших сердец, во имя Иисуса Христа. Ожидаем, 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 пусть приходит больше Божья благодать, она нескончаема, она наполняет нас, она сильно наполняет нас и говорит с нами постоянно. Пусть она приходит еще больше, то, что хочет он, великий всемогущий живой Творец. Сегодня я буду делиться тем, что я продолжаю получать в Духе. Дух Святой движется и течет, как река, разрушая на своем пути все то, что мы строили не от Господа. И пусть это происходит в жизни каждого из нас. Все то, что мы строили не от Бога в наших человеческих жизнях, пусть оно будет все разрушаться. Пусть приходит только то, что хочет от нас Господь. Пусть приходит этот поток благодати. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня я увидел в Духе небольшое видение. Я увидел большие обелиски. Такой, как стол большой, каменный, и внизу он сужается. Такие обелиски ставили в Древнем Египте. Потом в Древнем Риме. И только начал говорить об этом, и я вижу, как меня просто крылом подхватывает орел весь голубого цвета. И я начинаю с ним быстро и стремительно перемещаться. И он мне говорит, я хочу тебе что-то показать. Мы с ним стремительно летим. Самое удивительное, что по ходу таких видений я могу разговаривать и говорить то, что я переживаю. Я даже чувствую, как по моей голове, лоб, лицо, как при стремительном полете я сильно обдуваюсь ветром. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. И я приземляюсь с орлом, и вижу большой город. Этот весь город усеян обелисками. Это город обелисков, говорит мне орел. Я вижу, как на западе, на севере, юге и на востоке, по всему городу расставлены обелиски. Они находятся далеко друг от друга. Но кроме обелисков я больше в этом городе не вижу ничего. И голубой орел мне говорит, это город обелисков, город превозношения. Эти люди, говорит мне орел, дошли до определенного уровня и остановились. Они находятся на самой низкой степени неба. На самом низком уровне, говорит мне голубой орел. И этот уровень падет, когда начнется суд отца. И этот город не взойдет дальше на небо и не будет спасен. И сейчас я буду тебе объяснять, что это. Смотри дальше, показывает мне голубой орел. Я вижу, как возле каждого обелиска стоит человек. Некоторых людей я узнаю. Но мне не разрешено называть их имена. Орел мне говорит, пусть все будет покрыто любовью. Тот, кого коснется это видение, это слово, он покается. И покаются те, кто поклонялся этим обелискам. Я вижу людей, которые известны не только в интернете, но и по служениям. И большинство из них известны в интернете. Так же. Они стоят сильно прилеплены к этим обелискам. И орел мне говорит, это те обелиски, которые они себе воздвигнули сами. И воздвигнули им люди, которые начали поклоняться им, как обелискам. И я вижу, как люди сходятся с разных сторон, начинают появляться в этом городе. Они подходят к определенным обелискам и начинают отбивать им поклоны. Я вижу, как много людей начинают прямо под эти обелиски кидать деньги. Много денег. С каждой стороны. С запада, с востока, с севера, юга. И орел мне говорит, это те, кто взращивают эти служения. При возношении. И я вижу в центре этого города очень большой обелиск. Он выше всех других обелисков. На нем написано. Этот обелиск воздвигнут в честь тех, кто вышел из Вавилонской системы. Из церковной системы в этом современном мире. И я читаю надпись ниже. Но эти люди так и остались. В системе Вавилона. Потому что они начали выстраивать свой Вавилон. Я вижу очень продвинутых служителей. Они говорят пламенные речи. Правильные речи. И голубой орел словно читает мои мысли. У меня внутри появились мысли. Почему так? Ведь то, что я сам вижу, это не так. Но орел мне говорит. Мысли моего отца, это не твои мысли. И не мысли многих и многих из вас. И это видение тебе показывается для того, чтобы в среде Божьего народа началось пробуждение и прорыв. И они перестали поклоняться этим обелискам. И сейчас тебе будет истолковано это видение. И я вижу, как слева и с правой стороны ко мне приближаются два ангела. Они подносят большие сундуки. Они подходят ко мне, открывают эти сундуки. Эти сундуки полны драгоценными камнями, золотом. Вижу прямо золотые слитки. И один из ангелов мне говорит, это дары освобождения для тех, кто вышел из Вавилона. Но начал строить свой Вавилон. И первый ангел дает мне этот сундук. И говорит, кидай его прямо. И все, кто будет смотреть то, что ты сейчас делаешь, кто будет принимать это в сердце, будут принимать освобождение. На каждого будет падать драгоценный камень или золотой слиток, или драгоценное ожерелье. И кто открыт и чист сердцем, будут принимать это освобождение. Принимай, народ Божий. Второй ангел дает мне так же. Сундук. И говорит, когда ты будешь кидать его, провозглашай полное разрушение. Плотских обелисков. Обелисков Вавилона. Во имя Ишоа, я провозглашаю полное разрушение обелиска Вавилона и плотских служений во имя Иисуса Христа. Лови, народ Божий. Голубой Орел, я прямо вижу сейчас, Дейдери Гиридей Керес. Он спорхнул своими крыльями и поднялся на уровень со мной, со моим лицом. Я вижу у него в клюве пищу. И он начинает кормить меня этой пищей. Очень вкусная пища. Вкусная пища. Он опускается опять на землю, накормив меня, и продолжает со мной говорить. И он мне говорит, Игорь, то, что ты сейчас увидел, это Отец показал своей любви, чтобы многих из вас освободить от рабства Вавилона полностью. Приходит полнота времени на землю, говорит мне голубой Орел. Отец больше никому не отдаст своей славы. И Отец мой, говорит Орел в сыне, призывает многих и многих покаяния. Многие и так прилипляются, говорит мне Орел, к людям, которые служат. Душевно прилипляются, что не могут от них отлипнуть. И уже не знают. Если они не будут слушать этих людей, они не знают, как они поведут себя дальше. И из-за этого они отлепились от Отца и Сына, говорит мне Орел. Они не имеют взаимоотношений. С Великим Творцом Славы, говорит мне Орел, я не имею права вам сейчас сказать, братья и сестры, кого я вижу, дабы не посеять в народе Божьем разделение и смуту. Но тот, кого коснется это слово, кто истинно ищет Бога, даже если ошибается, он услышит его. И Орел мне говорит, приходит время, что мой отец хочет, чтобы каждый имел с ним личные взаимоотношения в Сыне. Каждый. Приходит разрушение обелисков. Я буду поднимать пророков Славы, говорит Отец, во имя Своего Сына Ишуа, которые будут разрушать эти обелиски и их служения. Я хочу, чтобы каждый из среды моего народа имел тесное общение со мной, и я буду поднимать тех служителей, которые будут приводить народ к ревности по мне. К ревности ко мне в Сыне. И Орел мне говорит, «Ту пищу, которую я дал тебе сейчас, ты будешь доносить народу». И видение прекратилось. То, что я пережил сейчас в духе, и съев эту пищу, мне приходит большее осветление, уразумление, обличение и наставление. И я сейчас буду передавать его вам. Ешьте и наслаждайтесь, у кого сердца открыты, искренне перед Богом Богом. Сейчас приходит полнота времени. Бог призывает, чтобы каждый из нас познал Господа, ибо Он ревнительный. Четко и ярко выражено было показано в этом видении, что многие из нас сами взращивают служение этих обелисков, и помогают взращиваться тем служителям, которые уже начали принимать славу Бога на себя. Они любят часто записывать видео. Они любят делать другие вещи. Я тоже записываю видео. Но последнее время очень сильно Дух Святой меня учит делать все это только под водительством. И то, что вы сейчас будете слышать, это все очень серьезные основательные вещи. Многие из тех, кого я увидел возле этих обелисков, они сами стали, как эти обелиски. Они говорят о том, что с Вавилона надо выходить. Но они продолжают строить служение Вавилона. Те корни, которые они вырвали, выходя из Вавилонских церквей, они не освободились от них полностью. И они оставили эти корни в своем духе, в своем сердце и в своей душе. И они продолжают нести это, но в другом формате служения. И Бог призывает вас к покаянию, кто слышит сейчас о том, что я говорю. О том, что вы больше пересмотрели состояние ваших сердец. О том, чтобы вы прекратили сосредотачивать внимание на себе, но покаялись и начали приводить людей к живому Богу. Иначе будет все разрушено. Пройдет пусть пять, даже десять лет. Вы будете успешны в ваших служениях. Но в оконцовке это будет все разрушено. Это то, что не будет приносить плода. Бог предупреждает нас сейчас, чтобы мы остановились. Бог призывает нас сейчас к ревности по Нему. Сильнее и сильнее. Чем больше вы будете иметь с Ним взаимоотношения, тем больше Он будет вас соединять в духе только с теми людьми, на кого есть Его воля, чтобы вы вместе служили и вместе трудились, работали на Ниве Божьей. Вы слышите, о чем я говорю? Бог призывает нас, чтобы мы все бодрствовали. Он призывает также и меня, чтобы никто из своих служений не начал строить обелисков. Тех обелисков, которые еще строились в Древнем Египте. Вы прекрасно понимаете, о чем это говорится в Марамеракидыкеях. Чтобы Египет вышел полностью с нас. Бог призвал каждого из нас приводить, если мы уже имеем хоть начаток зрелости, Бог призывает каждого из нас приводить людей к Нему. У меня недавно произошел очень интересный случай. Приехали люди, и я послужил им совершенно мало совсем. И Дух Святой мне внутри проговорил, чтобы я их отпустил. Они остались здесь еще на день. Но если бы я не сделал то, что мне сказал Дух Святой, то началось бы служение, то, что я сейчас увидел. Началось бы построение обелиска. Насколько мы должны быть внимательны к тому, что хочет Господь. Господь мне сказал отпустить их. Я высвободил на них Слово. Я сказал им определенное откровение, пророчество, что им делать дальше. И это уже не в моей власти контролировать этих людей или проверять, что они будут делать. Уже они несут полную ответственность за то, что они будут делать. Как часто я не буду обобщать, я скажу мы привязываем к себе людей. Исследуйте каждое ваше сердце. Или пытаемся что-то им доказывать или что-то еще делать. Начинается построение обелисков. Не привязывайте к себе людей. Помните о том, что каждый ребенок принадлежит Творцу. И только он в силе сделать с ним то, что он предназначил. Одно дело, если Бог ведет вас, с кем-то соединяет служение, или говорит, надо делать то и то, это другое дело. Но Бог призывает сейчас к ревности, чтобы мы не строили никаких обелисков, не поклонялись им. Бог призывает нас к ревности. Я еще раз об этом говорю, чтобы каждый из нас научился его искать. Единство в духе. Почему сейчас так мало единства в духе среди нас? Идут разобщения или что-то происходит? Потому что мы не имеем полноты, ревности по Богу. И на это и светская причина, то, что я увидел сейчас в видении и передаю вам, это построение обелисков. И построение этих обелисков теми руками людей, их языками и молитвами, которые слышат, извините меня, уже другой духовный мир, чтобы строились такие служения. Будьте очень внимательны. Если вы постоянно питаетесь из одного и того же источника или даже из двух, из трех определенных служениях, но при этом вы ничего не делаете, не молитесь сами, не ищите Бога, а только слушаете этих людей, даже если вы только слушаете меня, но вы не имеете связи с Богом, вы не ревнуете по Нему, вы не имеете с Ним глубокие личные взаимоотношения, так, чтобы слышать Его, когда Он говорит вам, слушай, там, Васю, Петю, Марину, Игоря, ну вы понимаете, о чем я говорю, Петю, слушай, ту пищу, которую я буду давать тебе через них, это другое дело, но если вы постоянно питаетесь из этих источников, из определенных служений, но сами не имеете никаких взаимоотношений с Творцом, то внутри вы начинаете просто помогать им выстраивать это служение обелисков, если они не останавливают в этом вас, то значит они за это понесут ответственность перед Богом, очень все серьезно, задумайтесь о том, что я вам сейчас говорю, братья и сестры, будьте внимательны, будьте внимательны, Бог настолько любит каждого из вас, Он хочет, чтобы каждый из вас имел ревность, сильную ревность, сильную ревность искать Его, общаться с Ним и иметь личное откровение, личное видение, личное введение для вашей личной жизни и личное водительство Святого Духа, будьте бдительны, единство в Духе среди нас будет приходить только тогда, когда каждый из нас будет иметь ревность по Богу, Отец нас призывает сейчас к ревности по Нему, вы слышите о чем я вам говорю в Сыне Щембарамара Хирихейдейра, Господи, прости меня, когда мы сами выстраивали служение этих обелисков, когда мы сами выходили из Вавилона, из церковной системы и продолжали нести то же служение только в другом формате и помогали строить такие служения, Отец, прости нас, открой нам полноту того, чего ты хочешь от каждого из нас, дай нам соединяться с теми людьми, с которыми ты хочешь видеть нас постоянно, Боже, прости нас и помилуй во имя Иисуса, прости нас, когда мы выстраиваем, продолжаем выстраивать эти обелиски и продолжаем прославлять каких-либо людей, Господи, возвеличивая их, но не Тебя, Отец, помилуй нас в Сыне, во имя Ишуа, мы молимся и просим Тебя, и просим Тебя, и просим Тебя, Отче Святый, прости нас, Господь, прости нас и помилуй, во имя Иисуса Христа, Аминь. Лично меня очень сильно коснулось это видение, внутри у меня появился необычный трепет, я также буду исследовать свое сердце, и просить Бога о милости, чтобы Он меня вел только так, как хочет Он. Я готов принимать обличения, наставления, назидания, и вы принимайте, братья и сестры, и помните, что каждое обличение, если оно сделано не в любви, оно не приносит никакого плода, и это будет говорить не Бог. мы все должны действовать только в любви, мы все должны святому царю славы, который отдал за нас жизнь, мы ему должны до конца наших дней, потому что то, что он сделал для нас это свято, это единственное, кому мы должны Господу славу, но делать все опять-таки только в любви, пусть Господь сильно благословит вас, пусть Господь сильно благословит вас, во имя Ишо, пусть ревность по нему возрастает в наших сердцах, еще больше и больше очи прости нас, прости нас и помилуй, прости нас и помилуй, Аллилуйя тебе, будь благословен Отец, Сын и Дух Святой, Благословляю вас, братья и сестры, будем возрастать, будем любить друг друга, просто любить, аминь, и сестры,